Ну что, а почему Россия не напала на Финляндию или Монголию, например? Может потому, что там не режут русских, как в Чечне, не запрещают русский язык и не делают русских людьми второго сорта? Работа, проводимая на данный момент за Каевым, считаешь ли её полезной и правильной? Я про открытие консульства Ичкери в Украине. Смотрите, по поводу Закаева и каких-то других политических сил, политически активных людей, всё то, что они делают, поднимая флаг свободной Чечении, это... Нет, здесь я оговорюсь, не всё. Конечно, если они под этим флагом устраивают танцы, это нехорошо. Но если они какие-то предпринимают действия, где-то дают интервью, просто куда-то едут, с кем-то встречаются, это выкладывают, и там, значит, висит флаг свободной Чечении, это хорошо. И всё наше с ними разногласия, которое мы можем внутри у себя в чеченском сообществе очень сильно друг друга критиковать, где-то даже переходить на какие-то ругательства, потом извиняться друг перед другом, но это всё происходит в рамках того, что все мы сторонники этой свободы, освобождения. Просто каждый видит там по-своему, кто-то себя видит властью, кто-то там ещё кем-то, кто-то хочет этой властью стать, кто-то кого-то признаёт, не признаёт. Но надо сказать, что любое действие, где популяризируется идея независимости, в глобальном смысле это полезно. Поэтому я не... То есть те хорошие действия, которые исходят даже от тех людей, с которыми у меня есть политические претензии, я не буду теперь эти действия дезавулировать. Правильно я сказал? Дезавулировать? Дезавулировать, да? Ну то есть их не признавать я не буду. Если эти действия полезны, то они полезны. Но это не лишает нас какой-то внутренней повестки, при которой мы будем друг друга очень серьёзно критиковать, будем поддевать претензии. От того, что кто-то что-то делает полезное, это не значит, что теперь к нему претензии исчезли. И то, что он делал неправильно и вредно, что это теперь всё ему прощено. Конечно нет. Мы всё равно, конечно, будем об этом говорить. Но об этом мы будем говорить уже внутри такой внутренней повестки. И этот канал и эти эфиры не для этого. Для этого я создал отдельный канал, где мы будем говорить исключительно на чеченском языке. Я уже давно, правда, обещаю начать там вести эфиры, но всё никак к этому не подойду. Но, безусловно, мы будем проводить эфиры на чеченском языке. Здравствуйте, уважаемые Тумсовых. Вы сказали, что хотите скрыть некие внутренние темы и обсуждать их только на чеченском языке. Но от кого вы хотите их скрыть? От ФСБ, от кадыровцев или от простых граждан? Я не сказал, что я хочу их скрыть. Это неправильная интерпретация моих слов. Я сказал, что я хочу это обсуждать, то есть внутренние чеченские темы, я хочу обсуждать на внутренней площадке, на чеченском языке. Это не те темы, в которых у нас должны быть зрители из числа нечеченцев, которые бы сидели, грызли семечки, слушали бы наши внутренние расприи и кидали бы какие-то вопросы в тему, понимаете? То есть в этих дебатах, обсуждениях должны участвовать люди заинтересованные, кого это касается, кто реально может задать какой-то правильный вопрос, а не те люди, которые в принципе не в теме и они просто из спортивного интереса будут накидывать какие-то вопросы. Вот в чем дело. А мы от кого ничего скрывать не собираемся? Наоборот, сегодня в век информатизации что-то пытаться скрывать, это было бы глупо. Конечно нет. И ожидать, что если ты говоришь на своем языке, там заинтересованные люди в ФСБ, например, этого не поймут. Конечно, от них там скрывать нам нечего. Все эти какие-то разговоры, дебаты, они являются публичными. Просто мы хотим, чтобы публика была правильная, заинтересованная. Это как, знаете, вот когда проходят, допустим, предвыборные дебаты, когда какие-то выборы в России проходят и дебаты. Эти дебаты их ведь не ведут на английском языке, на японском, на китайском. Их не переводят на японский, на китайский, субтитры не делают. Потому что ни Китай, ни англоязычная аудитория не является целевой аудиторией этих выборов. Понимаете, они в этом не заинтересованы. То же самое и здесь. Томсо, как чеченцы воспринимают за границей? Как русских или как отдельный народ? Просто за границей все, кто из России, и даже СНК для них все русские. Но пока не поймут кто ты, если ты не скажешь, что ты чеченец, то если ты просто покажешь документ, и там будет написано, что ты из России, то тебя, конечно, воспринимут как Раша. Но если ты скажешь, что ты чеченец, то, как правило, практически все знают, кто такие чеченцы, и знают историю про Чечню, про войну. Редко можно встретить людей, которые об этом ничего не слышали. Это обычно бывает какая-то молодежь, вообще молодые ребята. Они могут что-то не знать. А те, кто хоть немного были в контексте, варились, видели новости, они, конечно, бывают в курсе. И после того, как ты говоришь, что ты чечени, то никто тебя уже с Россией не ассоциирует. А какие проблемы у чеченцев в России были 400 лет назад, в 1622 году? Не знаю, по датам я прям тебе, конечно, не скажу, но то, что Россия свою экспансию на Кавказ ведет уже 400 лет, об этом говорят историки. Ну и, наверное, самая главная фигура, которая озвучила эту цифру 400 лет, это был Борис Ельцин. В 1997 году при подписании мирного договора с Асланом Масхадовым, я помилую тебя, Аллах, с нашим президентом, это был договор о мире и сотрудничестве. После подписания этого договора Ельцин произнес эти знаменитые слова, он сказал, что сегодня поставлена точка в 400-летнем противостоянии. Поэтому, ну, есть, наверное, среди историков будут разные версии, они будут спорить, кто-то скажет 400 лет, кто-то скажет 300 с чем-то лет. Ну, если округлить, приблизительно вот эти 4 века на Кавказе идет экспансия Российской империи. Ну, что, а почему Россия не напала на Финляндию или Монголию, например? Может, потому что там не режут русских, как в Чечне, не запрещают русский язык и не делают русских людьми второго сорта, как в Украине? Я так понимаю, в этом вопросе есть сарказм, да? Потому что в Чечне русских не резали, а в Украине их людьми второго сорта не делали. Ведущие политики, журналисты говорили на русском языке в Украине, и с ними ничего не происходило. Но насчет Монголии и Финляндии не знаю, честно говоря. Монголии и Финляндии не знаю, а в Монголии и Финляндии не знаю, но насчет Монголии и Финляндии не знаю, чтобы уйти эти кушы, и в Казахстан и Финляндии не знаю, но продолжение болит. Продолжение следует...